я в эфире приветствую вас мы ждем наших подписчиков которые будут участвовать прямом эфире привет привет я рада вас всех приветствовать пока участники присоединяются мы просто через камеру будем улыбаться друг другу улыбаться нашей встречи я просто уверена что она будет полезно интересная для всех тех кто в прямом эфире для тех кто будет смотреть запись максимально попробую передать знания состояние опыт и пока мы собираемся я немного расскажу о себе чтобы те кто смотрел записи познакомился со ближе у нас много подписчиков с того времени как я вела последний эфир космоэнергетика я знакома вообще уже более 20 лет в практиках медитации я более 23 лет методом космоэнергетики плотно занимаюсь 15 лет обучаю людей и передаю знания целительства дар яснознания открылся у меня 8 лет назад вместе с передачей так скажем помощи людям методу космоэнергетики и сегодня я с вами буду работать разбором тех запросов которые у вас есть это могут быть запросы разного порядка это может быть связаны с физическим так скажем переживанием трудностью или это может быть ваши эмоциональные состояния ментальные состояния ментальные состояния или духовные то есть это такой метод это метод мой авторский через квантовое поле информационное поле я считываю информацию и сначала прежде чем этот дар у меня метод скажем так даже открылся мне очень помогали частоты космоэнергетики у нас там есть информационные частоты земли космоса которые помогали мне информационно находить ответы на поставленные вопросы и благодаря этому методу наработкам частот взаимодействия с энергиями космоса я научилась с квантового пространства считывать информацию и этом не совсем ясновидение хотя она тоже туда включена скорее это ясно знание и ясно чувствование и всех своих учеников я как раз учу через метод космоэнергетики учу чувствовать себя вибрации частотой энергии потому что чем больше мы ощущаем себя частотой вибрации энергии тем ближе мы к этому единому квантовому полю в котором включено все совершенное творение и кто-то называет это богом христом буддой шивой аллахом это квантовое пространство в котором включено вот это уникальное божественное высшее которое человек стремится постичь и постичь это высшее творение так скажем божественного начала если говорить нашим православным языком то который ближе к нам по рождению по генетике то можно через энергию потому что бог есть энергия и квантовое поле есть энергия и когда мы чувствуем воспринимаем себя как энергию тогда мы соединяемся с этим квантовым полем когда человек думает о том что он физическая плотная энергия физической вселенной то он разделен со вселенной и он разделен с квантовым пространством когда человек осознает себя вибрацией он понимает о том что он передатчик вибрации он приемник принимает и отдает вибрацию то тогда он тянется к этой энергии он максимально устремлен повышение своей вибрации и таким образом он открывается знанию в первую очередь о себе о своей естественной природе потому что наша естественная природа это энергия да то есть звучать как энергия высшего порядка и через это он соединяется с источником и получает информацию получает знания совершенно другой ситуационный ряд событий которые с ним происходит и вот я немного так рассказала как я работаю да я работаю через потоки через энергии энергии космоса которые идут через высшие проявленные силы до через свое высшее я и таким образом могу помочь людям сделать разбор нашей тематике это может быть звучит как диагностика да но диагностика она больше связана с ну считается так она больше связана с телесными физическими заболеваниями то есть мы так привыкли что нас врачи диагностируют и ставят диагноз это диагностика поэтому чтобы не упираться опять границу наших слов назовем нашу сегодняшнюю встречу разбор я буквально сделаю несколько разборов надеюсь что у нас есть участники которые хотят получить этот разбор и потом сделаем небольшую практику практику исцеления тех трудностей которые у вас есть через вхождение вот в это единое квантовое пространство и получение элитного состояния вашему телу чтобы почувствовать себя вибрации почувствовать все энергии почувствовать себя чистотой и стать вибрацией вибрационной вселенной это на самом деле говорили первооткрыватели квантовых законов энштейн тесла и в принципе все то что я вам сейчас говорю они уже в свое время передавали человечеству но вот эти квантовые так скажем познание космоса частот вибрации вселенной стали для нас открыты не так давно на уровне даже понимания вот а у нас еще есть с вами практика это инструмент взаимодействие телом взаимодействие полем взаимодействие с психикой с этими вот частотами частотами космоэнергетики то есть это уникальный такой инструмент данный в дар человечеству хотя мы знаем о квантовых законах получается уже больше чем сто лет но не так скажем давно для человечества там более 30 лет мы получили этот метод до в дар от высших сил для того чтобы развиваться исцелять себя и исцелять свое психическое состояние чтобы расширять свое вибрационное поле и быть осознанным ну вот у нас участники собрались я рада всех еще раз приветствовать и у нас есть первый запрос насколько я понимаю кто у нас хочет участвовать в разборе поднимите руку так можете мне помахать так ну вот первый запрос так вот получилось антония здравствуйте рада вас видеть как все вовремя рада что вы сегодня проводите прямой эфир и как раз все в тему время такое это прямо круто так все круто так с ног на голову так все переворачивает и очень сложно справиться очень сложно и реагировать и не знаешь как реагировать и вот у меня такой запрос вопрос как справиться с эмоциями когда твой ближний так татьяна немножко я не знаю как мне на это реагировать как или вообще не реагировать но это сложно на самом деле я даже сколько пыталась у себя понять на что почему я так среагировала ну приходит конечно мысли но это очень сложно справиться это так больно я бы сказала и обидно слышать то есть таня правильно ли я поняла что реакция просто пропадал звук я повторюсь то есть негативная агрессия стороны внучки внучка то есть и соответственно какое чувство испытываешь после этого ты обида 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 самое основное чувство это чувство вины хорошо значит ситуация татьяна внучка у внучки колоссальная агрессия по отношению к бабушке непонимание у внучки очень сильно заблокирована третий энергоцент это самопроявление то есть она себя не может проявить без агрессии агрессия для нее является точкой опоры и когда она агрессирует таким образом она себя защищает потому что в обычном состоянии когда она не проявляет агрессию она чувствует себя потерянной в этом мире она не чувствует себя даже рядом с мамой с бабушкой нужной то есть у нее нету этого чувства только через вот эту внутреннюю агрессию она соединяется с этим миром и у нее идет таким образом становление то есть она таким образом чувствует почву причем у нее эта программа родовая она приняла ее по женской линии и эта программа еще звучит как я плохая и когда она чувствует себя плохой она, так скажем, пытается агрессировать чтобы получить обратную связь от мира и люди, которые рядом с ней это мама и бабушка и таким образом она выплескивает эту агрессию на своих близких тем, чтобы утвердиться в этой жизни у нее самореализация вообще перекрыта третий энергоцентр полностью но здесь вопрос звучал как что бы сделать, чтобы мне не реагировать и когда я делаю диагностику, мои дорогие с диагностикой происходит сразу и исцеляющий момент потому что идет энергия через вот это квантовое информационное пространство и сразу происходит исцеление и на тонких планах человек получает информацию в виде внутренних кодеков которые будут распаковываться и будет происходить исцеление потому что Таня, когда прореагировала на свою внучку на эту агрессию и это уже не первый раз она что теряет? она теряет вибрацию а тогда, когда мы теряем вибрацию идет слив через негативное то есть внучка получает желаемое она своей бабушке проявляет у нее что? тоже программа «Я плохая» через это «Я виновата» то есть Татьяна говорит «Я виновата, я плохая, раз на меня внучка так реагирует поэтому я должна себя защитить от этого проявляется агрессия от этого проявляется злость проявляется негодование и что происходит?» происходит слив энергии энергия сливается и становится грубой энергией и когда грубая энергия допустим неважно у кого у любых участников события то невозможно решить проблему на уровне материи нету высокой вибрации на уровне энергии только все вопросы решаются на тонком плане то есть любой вопрос решается всегда с тонкого плана когда мы взаимодействуем с этим тонким планом а здесь происходит слив энергии и человек становится из электромагнитного существа материальным и формирует у него напряжение и стресс он входит вот в этот вот конфликт что нужно понимать в данной ситуации для Татьяны когда ее провоцирует близкий человек в данном случае внучка сказать и признаться себе в том что да я плохая в ее глазах то есть не я плохая для себя я плохая то есть она же когда реагирует дочка на агрессию проявляет в ней вот эту программу я плохая да реакция да я плохая и я себя за это должна защитить то есть я виновата мне стыдно что я плохая это на очень глубоком уровне подсознания сидит эта программа чувство вины еще чувствуется что я плохая и я должна сагрессировать и продавить ситуацию все материя на материю идет конфликт что мы делаем когда внучка проявляет агрессию как ее кстати внучку можно исцелить от этого в том чтобы она увидела что ее агрессия не влияет на бабушку и бабушка признается и проигрывает эту ситуацию до того как она повторится она же повторяется раз от раза уже какое-то время то есть ты говоришь себе да я плохая в ее глазах но это не значит что ее плохое в ее глазах то есть ты себя таким образом исцеляешь я буду утверждать ее мнение о себе что я плохая и можно даже в словах сказать да в твоих глазах я такая-то такая-то такая но я все равно даже несмотря на то что я в твоих глазах такая-то такая-то такая доношу до тебя вот эту информацию потому что конфликт идет на первое первое изначально идет информация то есть кто-то кому-то что-то а потом идет конфликт конфликт несоответствия то есть я все равно считаю что это так так и так и все то есть это чтобы к нему перейти к этому высшему пилотажу проявления, вернее не проявления агрессивности и защищённости себя, то это нужно проиграть на кону получившегося события. Каждый раз принять в себе это то, что когда-то в меня тоже было заложено, что со мной что-то не так, я такая-то, 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 отрицательная, но я таковой не являюсь. А я каким-то, потому что ведь мы фоним этими программами, и то, что у нас внутри, то у нас снаружи. И когда мы в тонком плане проигрываем заново и заново ситуацию, то потом, когда она случается, у нас уже клетки головного мозга, нейронные связи и энергия позволяют прожить это в новом сценарии. Мы прожили это раз, мы прожили это два, мы прожили это три, и потом это начинается на вибрации. То есть оно закрепилось на вибрации на тонком поле, и вы видите, что участник вашего фильма, который вы сами так скажем, создали сценарий, создали этого человека в своём фильме, потому что вибрация идёт, он уже с точностью наоборот начинает себя проявлять в этом мире. Да, Тонечка. Понятно объяснила? Да, благодарю. Благодарю. Потом напиши в комментариях под видео, насколько у тебя получилось. Хорошо? Хорошо напишу. Благодарю. А как вы? Да, мне стало легче гораздо. На самом деле, да, я и поняла, я реально поняла и увидела, я же повторяла за вами сейчас все слова, которые вы сейчас говорили. То есть сразу же шла работа, я это чувствовала, я это понимала и принимала, и ясно, мне стало более ясно и понятно, что, ну и нет, обиды-то действительно, я таковой не являюсь. Вот тем, да, есть вот это, я и так скажу сейчас. Благодарю. Хорошо. Благодарю. А как выйти сейчас? Мне куда-то надо нажать? Или не надо? Да, куда-то... Нет, надо нажать и... Ну, нажми в правом верхнем уголке, а потом снова зайдешь. А, хорошо. Тонечка, еще, Антонина, благодарю вас вообще. Прямо то, что нужно. Благодарю. Вот, мы продолжаем эфир. И если есть еще запрос, то вы тоже так же можете поднять руку. Ну, наши отношения с нашими близкими, они всегда непростые, потому что наши близкие – это вообще лучшие учителя. Так, ага, Соня. тогда попробуй поднять руку, если бы ты хотела, да, там как-то надо, может быть, нажать на камеру. А, вот. Попробуй вот нажать на камеру, и тогда... А, может быть, я сейчас попробую тебя пригласить. Так. Нажми на камеру, чтобы был запрос. у меня не совсем получается. А, вот, пригласила. Пригласила, и ты можешь тогда научиться. Да, то у меня не было кнопочек, и переживала, как же мне вопрос задать. Спасибо большое. Антонина, вообще, предыдущая история мне тоже откликнулась, тоже был такой запрос, но не с близкими, а по рабочим моментам, и прям вот в тему был ответ. Спасибо большое. Вообще, вот, в преддверии 21-го числа, да, весеннего равнодетства, действительно, поднимаются такие там пласты интересные, которые надо прорабатывать, которые прям подсвечивают. Но у меня в основном такие бытовые вот проблемы коммуникации с людьми, но вот есть еще более глобальная такая тема все-таки, ну, путь вот души, развития отношений, там, любви к Богу, свое предназначение, вот эти вот все вещи, которые всегда очень интересны, хочется их получше узнать, поскольку не всегда получается посмотреть, что у нас на тонком плане, и что, наверное, способно принести вот счастье и гармонию в данном моменте вот моей душе. Вот, наверное, такой у меня был бы запрос. наушники. Ты сказала о том, что у меня много бытовых проблем. На самом деле, в самых простых вещах мелочи нам нужно добиваться такой баланс. Нам кажется, что душа — это что-то такое великое, непостижимое, и я должен сделать что-то великое в своей жизни, чтобы приблизиться к душе. В вопросе был первый комментарий, это как раз сказала твоя душа. О том, что для тебя это важно. Как-то на работе коммуницировать с людьми и не реагировать на них, не сливая с твоей энергией. То есть, чтобы в каждом дне ты ощущала себя единым целым, единым целым с этим миром. Ведь что нам поднимает вибрацию? Конечно, в космосферной энергетике есть частоты очищения, соединения и так далее. Но всё это мы делаем для того, чтобы проявить ясное чувствование. А что позволяет нам ясно чувствовать? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Ну не думаешь. Как ты чувствуешь, что тебе позволяет ясно чувствовать себя, этот мир? Наверное, да-да-да, Антонин немножко прерывает связь. Я тебе помогу. Это наше сердце. Потому что тем выше у нас вибрация, тем мы неразделимы в целом. Тем проще мы входим в состоянии, когда мы были маленькими детьми. Состояние я есть. Состояние я есть, оно настолько естественное, без тех, которые мы знаем. И когда ты открываешь свой сердечный центр, ты через свой сердечный центр скрываешься целым. Но все люди, когда я это целом, в центре, они в своём образе, визуализации, представляют что-то очень масштабное. Где-то там, где в космосе, я в целом, я в космосе, я не в космосе, я не в космосе. На самом деле, это не в космосе, не в космосе. Это есть с каждым человеком, с темнотеком, с основной, с интересной, с которым ты взаимодействуешь. И особенно особенно с тем человеком, с которым ты держишь внутрь и в космосе. Это и есть целое. Это подача души, потому что, ну, если тебя смотрят в каком-то плане, так как я с тобой раньше занималась, я могу сказать о том, что у тебя появилась устойчивость, и у тебя появилась эффективность. Но пока они находятся в твердости, то есть если смотреть на свой корень, он переплетенный, то есть свой корень переплетенный, то есть когда корни запутаны, они живут, и они устойчивы. И возможно именно здесь, если ты помогает, это будет устойчиво. Но их для больше крепости к ощущениям себя нужно распустить, так скажем, распустить и познать то, к чему ты уже прикоснулась, но и полностью не обрела. Это доверие. Доверие всем и всему тому с тобой. Здесь процесс в тонком плане, он так выглядит, то есть переплетенный, который дал тебе гибкость, который готов к тому, чтобы раскрыться, давая тебе эту силу, как силу Земли, ты очень важна силу, поднять эту энергию и раскрыть в сердечный центр. Потому что здесь у тебя все в порядке, у тебя высокие чувства целостного, как раскоснув, бескрайнего, могучего, вечного, бесконечного. А в простых вещах, в каждом дне, крючок, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и крючок, и крючок, и ты сливаешься, то есть сливаешь энергию. Ты не сливаешься вечно, ты сливаешь то ценное, что тебе необходимо в связи. Да, так и есть. Спасибо большое, Антоний. Отвлекает? Да. Я прямо знаю, верю, на то, чтобы ты познала полное доверие, полное доверие, ты отслеживаешься. Спасибо. Хорошо. Сейчас надо диагностику. Вот это да. Выклик. И, конечно, кто сделает диагностику, для кого это отвлекается в эфире, то вы можете в комментариях под... Сонечка, выключишь? Спасибо. Спасибо, Дорогие. Спасибо. Ну, друзья, у нас через 10 минут до общей медитации, если кто-то хочет тоже разбор его ситуации, может быть, кто-то подключился недавно, то эта ситуация трудность может быть связана с физическим планом, с эмоциональным планом, с ментальным планом, с духовным планом. То есть мы рассматриваем все планом. То есть мы рассматриваем все планы через вот это квантовое информационное пространство высших космических энергий, и во время разбора происходит тоже исцеление. Если... 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 То... 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 И разданием, включая, так скажем, всех людей, всех событий, которые рядом с вами. Потому что это тоже части раскладного пространства. Мы через это объединяемся с миром, открываем свою сердечную чакру. Если вы готовы делать презентацию, оставьте трёхтики, Татьяна готова, отлично. Тогда садитесь прямо, желательно на середину или на край стула. Медитация будет работать с записью. Самое главное, чтобы ваша спина была прямая. Мягко закройте глаза. И мы начнём с того, что просто будем слушать своё дыхание. Ослабьте свой живот. Ослабьте свой живот, чтобы ваше дыхание было мягким. Было мягким. И вы поднимаете на вдохе от копчика до макушки. И на выдохе от макушки до копчика расслабляетесь. И пусть каждый ваш вдох, каждый ваш выдох расслабит ваше тело. Сосредоточит вас на дыхании. Чем больше вы делаете вдох и глубже выдох, тем больше ваше тело расслабляется. Уходят границы вашего тела. Они размываются. Чем больше размываются границы тела, тем более рассеянный у. Он по-прежнему сконцентрирован на вашем дыхании. По-прежнему ваше внимание сконцентрировано на потоке вдоха и выдоха через позвоночник. Это позволяет максимально успокоить мысли, эмоции. Расслабить тело. Для более глубокой концентрации вы можете поднять взгляд. Точку между правилами. Оно должно быть без напряжения. Примените взгляд. И продолжайте дышать. Делаем вдох. От копчика до затылка. И от затылка до копчика выдох. Вы просто дышите. Ваш взгляд. Внимание. Точки между бровями. И чем больше вы находитесь в этом расслабленном состоянии, тем больше размываются границы вашего тела. И тем глубже вы погружаетесь в состояние вибрации. Вы ощущаете волну, которая течет через ваше пространство. Вы чувствуете, что ваши мысли становятся все тише и спокойнее. Вы просто отслеживаете своим вниманием дыхание, энергию, волну. И чем спокойнее вам становится, тем больше вы расширяетесь. Тем больше ваше поле наполняется энергией. Ваше поле уплотняется. И вы чувствуете эти потоки, которые наполняют, уплотняют, расширяют. Границы тела уходят. И чем больше уходит границы тела, тем больше у вас возникает расширение на уровне сердечного центра. Вы чувствуете, продолжаете дыхание. И оно как бы повисло в воздухе. Непонятно кто и как дышит. Дыхание проходит само собой. Мы его не фашизируем. Оно естественным образом дышится. Где-то в пространстве. Где-то в пространстве той энергии, которой я являюсь. Я являюсь этой энергией. Я полностью отдаюсь потоку. Я принимаю исцеляющие энергии космоса. Они исцеляют тело, чувства, мысли, душу. На всех планах и подпланах. Я смотрю в ту точку между бровями. Я наблюдаю за своим дыханием. Я чувствую расширение. На уровне атомов я соединяюсь со своим полем. Я всеми фибрами чувствую свое пространство, свою комнату, квартиру, дом. Я ощущаю наполнение и расширение. Доверие и покой. Это и есть великая сила исцеления. Я просто принимаю ее. Так как я у меня есть часть этого великого и вечного и бесконечного. И чем больше я устремляюсь, тем больше становится моя вибрация. Тем чище мое восприятие, тем мистернее мое осознавание всего того, что происходит со мной. Я доверяюсь своему будущему больше, чем своему прошлому. Мое доверие бесконечно. Мое сознание вечно. Я нахожусь в потоке. Я нахожусь в потоке. Не торопитесь отживать глазки. Зафиксируйте это состояние. Пусть глазки ваши глаза пока закрыты. Сделайте вдох. Сделайте выдох. Очень нежно верните свое сознание в свое тело, в свою форму. Пошевелите пальцами ног. Почувствуйте это состояние расширенного сердца. той великой высшей вибрации, которая прошла через вас. Сделайте вдох, выдох, почувствуйте свой живот, свой позвоночник. Скажите себе, я в потоке. Я в потоке энергии, вибрации, чистоты. Я доверяю тебе, я доверяю миру, я доверяю Богу. Да будет так. Поблагодарите энергии, поблагодарите высшие силы, поблагодарите частоты космоса за проделанную работу в нашем поле, за единство, за целость, за энергию любви. И когда вы будете готовы, мягко, откройте глаза и ощутите себя синхронизированным со всем пространством, которое находится вокруг вас. Вы очень синхронизированы с потоками, с вибрацией. Я ощутите состояние умиротворения, исцеления, добра. Добра к себе, добра к миру. И я благодарю каждого из вас за то, что вы пошли в этот поток, что ваше сердце откликнуло на этот поток. Очень мощно мы сделали с вами сеанс, медитацию. Ее можно прослушать будет в записи. И прошу оставить комментарий после этим видео, которое будет сохранено. Напишите о своих состояниях, напишите о своей целостности, которую вы испытали. Я вам желаю, чтобы как можно дольше вы помнили то, кем вы являетесь. Чтобы как можно чаще вы возвращались в то состояние, в котором вы являетесь на самом деле. Потому что каждый из вас есть частота вибрации. Не позволяйте своей личности делать вас другой материей. Помните о том, что ваша частота волна великого космоса. Оставайтесь этой волной и красотой. Поэтому я прощаюсь с вами. И приходите на новый эфир. Вот она пишет о том, что не успела. Я думаю, что мы будем повторять эти эфиры. Приходите с запросами. Можете писать заранее. До того, как объявлен эфир о своих запросах, которые мы будем делать с разбором. Благодарю вас за целое сердце. Обнимаю каждого в свете и любви. Всего доброго.